добрый день друзья сегодня расскажу вам о переходе гран-канария барселона достаточно востребованный маршрут этим маршрутом возвращаются люди те которые перезимовали на канарах на тенериф и на гран-канарии и у многих становится вопрос как вернуться обратно к высокому сезону в европу хоть это не так уж и легко но вполне осуществимо я вам расскажу какие ветра преобладают в этом районе как нужно идти или как проще идти если вам это интересно присоединяйтесь привет друзья я вадим осоцкий шкипер из команды интер парус сегодня мы поговорим о переходе гран-канария барселона этот маршрут востребован теми их сменами которые проводят зиму на гран-канарии или ну на канарских островах так как это самая теплая европейская часть для их сменов хорошая инфраструктура теплая вода зимой она не опускается ниже 19 градусов достаточно интересный яхтинг и многие переходят на зимовку чтобы провести зиму на яхте приходят именно на канарские острова конкретно я стоял на острове тенерифы и гран-канария с перебежками на лягомеру не освоены остались еще несколько островов но это оставили на следующий сезон наш переход состоялся в январе 2021 года в эпоху карантина когда самая основная проблема была это добраться куда-либо чтобы сам переход совершить перед этим катамаран зимовал на канарах за день до выхода мы решили почистить винты то есть вообще проверить подводную часть нашей яхты как вы знаете нырять в маринах конечно же нельзя поэтому мы вышли из марины рядом на небольшой пляж стали на якорь поныряли почистили винты от ракушек немножко почистили подводную часть этого нашего судна это дало свои результаты то есть как вадим сказал двигатели смогли выходить на более высокие обороты то есть наши старания не прошли даром и этот перегон интересен тем что здесь преобладают ветра север северо-восток это неудобные абсолютно неудобная ветра для того чтобы подниматься с канар в европу через гибралтар как вы понимаете канар у нас находятся в зоне пассатов то есть в принципе там преобладают ветра которые должны быть нам встречные да и мешать нам сделать этот переход и вообще в принципе так как если идти по преобладающим ветрам то сканар проще перейти на карибы оттуда уже подняться на азоре и туда уже идти на гибралтар но это огромное количество времени нам это не нужно абсолютно клиенту не нужно было туда перегонять яхту нужно было перегнать яхту в европу в средиземку чтобы начать сезон новый именно вот с барселоны и дальше владелец собирается перейти сам за несколько приезда в отпуск во францию потом в италию ну в общем будет там дальше путешествовать поэтому наша задача была доставить лодку в целости сохранности максимально в короткие сроки первая задача которую нам необходимо решить это нам собственно говоря надо было попасть на канары самый логичный способ это самолетом и это было возможно я вылетел из киева через вену при мне был свежий тест и в общем-то достаточно помог мне паспорт моряка потому что туристов на канары не пускают но предъявив паспорт моряка но у них в общем-то отпадают вопросы что турист или еще что то но можно предоставить крюлист ну какие-то документы подтверждающие что вы не отдыхать туда едете на канале мы летели через франкфурт мы летели с документами которые подтверждали что мы являемся командой парусного судна и то есть по нынешним правилам карантина нас пропустили пропустили конечно не просто так когда мы прилетели во франкфурт паспорта проверяли первая проверка состоялась дома в самолете то есть полиция пришла и на выходе вот ну в самолете на выходе проверяли паспорта проверяли основания прибытия то есть принципе если бы что-то им не понравилось так понимаю нас даже из самолета не выпустили бы в общем-то любая бумажка с печатью но она уже в В общем, служит подтверждением ваших слов. Ну и, в общем, не у всех были паспорта моряков. Но, тем не менее, наша команда собралась, ну, в общем, без особых проблем, имея тест на руках, крюлист. Ну, в общем-то, и все. Ну, из самолета нас выпустили. Дальше мы прошли в аэропорт на паспортный контроль. Там пререка была еще жестче. Уже все проверили, все документы тщательно проверили. Ну, мы подтвердили, что мы команда судна. Движемся выполнять свою поставленную задачу на судно. И нас пропустили. Далее, то есть, так как мы уже были в Евросоюзе, перелет с Франкфурта на Канаре, конечно, не составил вообще уже никакого труда. Просто, ну, когда мы прибыли на Канаре, мы заполняли там форму по прибытию. И так, собственно говоря, мы оказались на Канарах. По нашей команде, которая участвовала в перегоне с Канар на Барселону, было всего 4 человека. Как по мне, это максимально комфортный перегон, когда есть по 2 человека, которые заступают на свою вахту. Шкипера было всего 2. Наш шкипер Вадим, я старпом и наши два друга. Дмитрий, профессиональный моряк, плавал на торговом флоте. Это человек, который на яхтах особо не ходил. У него был один чартер в качестве, наверное, гостя. Но у него был опыт хождения на больших судах, на буквально пароходах. То есть он человек как бы с моря, но с парусами не имел никакого опыта общения. Поэтому у нас была задача показать, как это вообще делается. И был еще четвертый член нашей команды. Артем, спортсмен, альпинист, любитель летать на парапланах. Вообще впервые был на яхте. Он летчик-испытатель парапланов. Бывший мой одноклассник. В общем, живет сейчас в Европе, тестирует парапланы, делает им техосмотр. А также тестирует новые парапланы, как реальный пилот-испытатель. В общем, экстремальный очень человек. Он провел месяц на Тенерифе, обошел ее всю пешком, оплыл. В общем, как угодно, облетал. Очень интересный человек. Артем Калинин, Паскаль Химмельсберг в Фейсбуке. Наш экипаж состоял из четырех человек. Таким образом, мы разделились так. Вадим с Артемом нес одну вахту, вторую вахту нес я и Дмитрий. В четыре человека было идеально, что у каждого был, так сказать, наставник, учитель. И мы могли по два человека меняться на ночные вахты. Ну, это в принципе, не могу сказать, что можно отдыхать, но это такой формат переносим. В течение двух-трех недель можно спокойно перегонять лодки. По прибытию на Канары у нас началась подготовка к переходу. Кроме того, что нам надо было запастись провизией, подготовить лодку. Основное, что мы ждали, мы ждали погоду. Нам должен был помочь циклон, который продвигался где-то вот от Америки к Европе. Через пять, как мы прилетели на Канары, должна была установиться подходящая нам погода. Чтобы зайти на Мадейру с Гран-Канарии или с Канарских островов, самый логичный маршрут это в Марину Фуншал. Она находится на юге острова и как раз вы прямиком попадаете в самый большой город или в эту большую марину. Там есть заправочная станция, там есть залив для якорной стоянки. Тут не надо спешить, потому что, как и атлас Джимми Корнелла, если вы знаете такого яхтсмена, у него есть много книг, в том числе и атлас погод во всех морях и океанах, по месяцам там есть, в общем-то, статистика, какие ветра преобладают. Но, несмотря на преобладающие вот эти вот северные, северо-восточные ветра, там есть небольшой процент ветров, сопутствующих этому перегону. И мы как раз дождались, нам не пришлось долго ждать, это было около недели. У нас было время закупить продукты, подготовить яхту. Мы почистили винты, навели просто там порядок, подготовили к переходу. Планировали выйти в воскресенье, но потом по прогнозу погоды мы посмотрели, что мы можем выходить уже даже в субботу. В субботу днем мы вышли из Марины по Ситобланка. Когда уже темнело, мы стали делать переход между Гран-Канарией и Тенерифе. Между Канарскими островами за счет сужения всегда дует сильный ветер. Мы шли с таким хорошим ветром под парусами и мотором до Тенерифе, было уже темно. Пройдя Тенерифе, мы пошли в сторону Мадейры. Это самый логичный маршрут при таком ветре. Ветер был не сильный до 20 узлов, временами он затихал там до 5-10 узлов. И мы сразу понимали, что часть этого пути это 300 миль, нам придется идти под моторами. Идя к Мадери, мы созванивались с полицией Мадери, нам сказали, что по приходу к острову мы должны встать на рейд, дать тест на коронавирус и где-то через 12 часов он будет готов, мы сможем выйти в море. То есть у нас были такие планы, что мы в Мадере еще должны были остановиться. Когда мы отошли от Тенерифе и уже приближались к Мадере, ветер стал потише. Первый раз мы встретили дельфинов, ну дельфины были какие-то не очень веселые, пару раз выпрыгнули, проплыли дальше. К вечеру второго дня мы уже приближались к Мадере. При наличии у нас достаточного количества топлива, воды, мы ждали, что ветер изменится и он начнет дуть с запада. То есть был такой вариант, что мы дойдем практически до острова и потом с ветром развернемся в сторону Гибралтара. Ветра не было достаточно долго, мы использовали четверть бака топлива. Все-таки для надежности мы зашли на Мадеру подзаправиться топливом и водой. Мы прибыли туда ночью, ночью запросили местную полицию о разрешении захода непосредственно к причалу. В чем они нам отказали? Сказали, что мы должны встать на якорь и дождаться лаборатории, если мы ее вызовем. К Мадере мы подошли в темное время суток. При подходе к Мадере нам сказали, где мы можем встать на якорь и подождать утра. Там уже ждало, по-моему, три или четыре яхты. Тоже люди хотели сдать тесты и попасть на Мадеру. Но потом нам сказали, что эти тесты могут занять до трех дней. Стоять три дня для того, чтобы выйти на берег, в наши планы не входило. Собственно говоря, нам нужно было просто пополнить запасы топлива для перехода уже на Гибралтар. Ну и, в принципе, не мешало бы пополнить запасы воды. В принципе, можно было и высадиться на остров, но надо было дождаться лабораторию, которая выезжает к вам на лодку. Это все бесплатно. Но надо было подождать результатов теста два-три дня. У нас такого времени не было. Ветер развернулся, начал дуть с запада. И он был как раз попутный, не очень сильный. Ну, в общем, идеальные условия для того, чтобы продолжить наше путешествие. Мы отоспались на якоре. Хорошая поверхность дна, то есть песок, якорь хорошо держал. Поэтому мы смогли хорошо отоспаться. И утром, как только заправка открылась, это было 8.30, мы сразу зашли и заправили топливо. Ну, опять же, после разрешения местной полиции. Нам было разрешено подойти на заправочную станцию. Мы заправились топливом, заправились водой, купили газовый баллон. Марина города Фуншал. На заправке хорошие ребята сбегали, достали нам этот газовый баллон. С продуктами они готовы были тоже помочь. Ну, продуктов у нас было достаточно, поэтому мы продолжили наше путешествие. Когда мы там были, я подозреваю, что это не так, что вот единомоментно. У них там был немножко разбит причал. И мы постоянно, пока мы там стояли, нам надо было отпираться от причальной стенки, подкладывать кранцы, потому что там причал был немножко разбит. Думаю, что это у них состояние такое уже перманентное осталось. Ну и заправившись топливом, водой, мы пошли дальше в сторону Гибралтара. Это еще 300 миль, и нам сопутствовал ветер, он был попутный, иногда доходил до Галфинда, иногда просто пропадал. И самая большая, ну такая вот ответственная часть, это подход к Гибралтару, потому что движение, трафик очень серьезный в этом месте, и я очень хотел попасть туда засветло. То есть ночью, понятно, все с огнями ходят, большие суда, но оценить расстояние, ну это сложнее, чем днем. Плюс еще мне местные яхтсмены говорили, что ночью там есть нелегальный трафик, который ходит без огней, без аисов, без ничего. В общем, курсирует между Европой и Африкой. Поэтому была задача пройти этот участок по светлу, ну и для этого мы шли не только под парусами, но и под моторами. Уже было примерно понятно, что за 20 часов до прибытия, когда мы будем приходить туда, в Гибралтар, поэтому пришлось включить два мотора, уже не экономить топливо, а быстренько проскочить этот участок. Переход до Гибралтара каких-то проблем у нас не вызвал, была хорошая погода, попутный ветер, то есть, собственно говоря, мы хорошо дошли до Гибралтара. Проход Гибралтара мы рассчитали с учетом прилива, чтобы нам помогало еще приливное течение, попутный ветер, течение, плотное движение. Мы хорошо прошли Гибралтар, зашли в марину Аль-Каидеса. Марина достаточно большая, комфортная для швартовки. Там на входе находится запорочная станция, мы зашли, заправились и спокойно подождали до утра. В общем, у них все есть, топливо и так далее. Топливо дороже, чем на Канарах, причем значительно. Но зато там ты просто заходишь, заправляешься и никаких вопросов. Стоимость Марины в сутки примерно 56, по-моему, евро. Для нас это стоило. Можно выйти в город, они от нас никаких тестов ничего не требовали. Город такой какой-то унылый у нас создал впечатление. Ну, хотя было интересно. Рядом граница Британии, очень охраняемая, высокие заборы, колючая проволока, в общем, автоматчики, все как полагается. Очень интересная история, связанная с этим Гибралтаром. Кому интересно, почитайте, это действительно захватывающе. Утром нам уже дали место, место на понтоне, где мы стояли. Мы переставились на это место и стали заниматься оформлением документов. Нам нужно было выйти из таможенной зоны Евросоюза. И тот, кто там не был, в этом районе, по карте, эта бухта выглядит очень защищенно. Она достаточно глубокая. И кажется, что если ветер бушует, а там, как правило, ветер в Гибралтаре, то когда ты туда нырнешь, то будет тишина и спокойствие. Но это совсем не так. Потому что там вот эта вот единственная скала торчит, Гибралтар. Когда заходишь внутрь бухты, то там очень все хорошо продувается. Поэтому ветер 30, ну, это, в общем-то, не удивление. Мы там провели несколько дней и там достаточно часто ветра. В английской Марине нам отказали во входе, аргументировав это тем, что Марина переполнена. И нету мест даже под очень маленькие лодочки однокорпусные. А так как мы шли на катамаране, у нас не было никаких вариантов зайти именно в английскую Марину. Мы туда хотели зайти для того, чтобы выполнить эту процедуру выхода из Евросоюза. Лодки без уплаты НДС. Подходил срок 18 месяцев со дня приобретения яхты. И нам нужно было выполнить эту процедуру. То есть каждые 18 месяцев, если вы не резидент Евросоюза, вы каждые 18 месяцев должны покидать территориальные воды Евросоюза на своей яхте. И вот во время этого перехода мы как раз могли это сделать, зайдя в Гибралтар, что является офшорной зоной. В Гибралтаре там уже не Марина, там находится большой порт. Поэтому для оформления входа нам понадобилось оформить документы как для большого судна. Многие яхтсмены заходят в английскую Марину только на понтон, где находится заправка. Заправляют дешевое топливо, получают чек, делают пару скриншотов или фотографий, что они там были. В чеке пишут название яхты. И в общем-то этого достаточно для проверяющих органов, что лодка была именно в это время, она вышла из Евросоюза, из ввод Евросоюза. Владелец этой яхты хотел, чтобы все было железобетонно, поэтому он хотел конкретные документы с печатями, с подписями о том, что лодка выходила, чтобы в дальнейшем, в последующие 18 месяцев, вообще не было никаких вопросов, особенно со стороны итальянской Костгвард, потому что итальянцы славятся тем, что они любят проверять лодки на этот предмет. Если они обнаруживают факт того, что лодка не выходила больше 18 месяцев из ввод Евросоюза, то это грозит большими штрафами, в общем никому не нужно. Поэтому у нас была задача поставлена получить эти железобетонные документы. На это у нас ушло трое суток. Пришлось заполнить огромное количество бумажек, документов, которые в основном предназначаются для больших судов. То есть у нас запрашивали, сколько кубометров вмещают наши танки для черных, для серых, наша команда, мы там ничем не болеем. В общем нормальный такой пакет документов мы оформили. Понятное дело, это все не относится к парусным яхтам, но такие правила на вход в порт, поэтому нам приходилось заполнять все эти документы и много раз их переделывать. Так как марина обычная для парусных яхт, для лодочек нас не принимала, мы нашли агента, который вот как раз таки такими документами и занимается. И они нам в коммерческом порту выделили причал здоровенный, такой вот бетонный, высотой я не знаю сколько там метров, мы не могли даже дотянуться до мест, где нам пришвартоваться можно было бы, но это место они нам выбили, мы его проплатили. В общем вся история стоила порядка 1200 евро. Вот такая бумажечка, она обычная А4, но с печатями, и в общем-то на последующие 18 месяцев это гарантия отсутствия головной боли по этому вопросу. Пока мы стояли в Алькаидесе, мы опять же заправились топливом, заправились водой, пошли, сходили в супермаркет, купили еды, как оказалось в принципе больше чем нужно было, но запас карман не тянет, питание у нас потом было такое довольно-таки усиленное. Опять же получается, сделали таможенные формальности, пошли дальше. Как только мы получили эту бумажку, мы на самом деле вот несколько дней заполняли эти документы, общались онлайн, по телефону с агентом, но потом пришвартовались, провели там минут 15, к нам подошел человек, вручил эту бумажку и все, и мы были свободны. И мы сразу стартанули в Средиземку, в сторону Барселоны. Из Гибралтара мы выходили днем, первая ночь в Средиземном море была довольно-таки сложной, ночью был очень плотный туман. Ночью и до утра туман был очень плотный, шли только по локатору, нам попадалось несколько рыболовных небольших судов, которые не имели АИС. Обстановка была довольно-таки сложная, но все, как говорится, прошло хорошо. С утра погода наладилась, была замечательная, было солнышко, красиво. Встретили небольшое рыболовное судно, возле которого крутилась семья дельфинов. Увидев нашу яхту, эти дельфины бросили рыболовное судно, прямо было видно, как они его бросили, плыли быстренько к нам, стали прыгать возле наших форштевней, показывать, какие они красивые. Там были и мамы с детьми, было видно, небольшие дельфинчики. Немножко поигравшись с нашей яхтой, дельфины, опять же, точно так же целенаправленно бросились в сторону этого баркаса, дальше заниматься прерванным обедом. Погода опять нам сопутствовала, и мы дальше выдвинулись. И вплоть до Барселоны мы не останавливались, ну, пользовались погодными условиями. Поэтому мы, в общем-то, за раз проделали весь этот маршрут. В этой части Средиземного моря наблюдается скопление рыбы, ее, видно, там много. Ну, там, то есть, получается, через этот узкий проход, наверное, проходит много рыбы. В общем, мы поставили удочки в надежде поймать тунца. И охотничья удача, или там рыболовная удача нас не подвела, мы поймали замечательного тунца. Я такого большого тунца еще не ловил, тунец был мне примерно по пояс, да. В это время была моя вахта, я сидел на посту управления и наблюдал, как автопилот ведет наше судно в Барселону. И в это время затрещала трещотка на удочке. Я сразу закричал, ребята, мы что-то поймали. Мы спустили паруса, остановили двигатели, то есть, легли в дрейф. Мы с Вадиком стали вытаскивать этого тунца. Поначалу, конечно, он шел вообще очень вяло, то есть, мы думали, что мы, там, может быть, пучок водорослей поймали. А уже ближе к лодке тунец понял, что что-то здесь не так. И стал сопротивляться. Рыба, да, была тяжеленькая, сильная. Мы вдвоем ее вытащили, приложив, конечно, определенные усилия. Ну, вытащили. Тунец был размером с метр, мы его забыли взвесить, было еще интересно, сколько он весит. Поймав тунца такого размера, мы поняли, что больше нам рыбы точно не надо. Мы сразу смотали удочки, мы за природу, мы лишнего ничего не ловим. А из тунца мы сделали великолепное сашими, потом еще были у нас стейки, готовили его в разных видах. Таким образом, наслаждаясь хорошей погодой, мы прошли Картахену, прошли Валенсию, вечером дошли до Тарагоны, там уже ветер усиливался. Там из-за рельефа побережья происходило усиление ветра в одном месте, и он так заходил, заворачивал в сторону Барселоны. Мы думали подойти ближе к берегу, чтобы там ветер будет потише и будет нужно нам направление. Но, видимо, из-за рельефа ветер там наоборот усилился, направление менял, которое нам не так уж сильно подходило. Под конец, когда заходили в Барселону, нас там немного пошатало, покачало. Был даже ветер 45-50 узлов и встречный при заходе в Марину. Это было не очень комфортно, но мы, в общем-то, по прогнозу, так как мы шли вдоль берега, у нас всегда была связь, всегда был интернет, мы могли скачать актуальный прогноз погодный. И, в общем-то, это было ожидаемо, поэтому мы даже не стали рифиться, последние несколько миль, и просто шли на моторах, ну, пришлось повоевать полтора-два часа при заходе в Марину в Барселоне. Подходя к Барселоне, я услышал по рации передачи береговой службы о том, что в море ищут двух человек, их на лодке унесло в море, и над нами пролетал поисковый самолет, то есть было видно, что он совершает такие, поисковая операция проходит. Но потом уже на вахте Вадима, он слышал передачу, что конец учебной тревоги, да, то есть это была какая-то учебная тревога, но немножко пришлось понервничать, попереживать за этих людей, которых им было унести в море. В Барселоне находится несколько марин, порядка шести, и большие порты тоже. В общем-то, сейчас там некоторые марины есть свободные, часть из них занята, ну, в общем, там на любителях. Кто хочет быть в самом центре Барселоны, иметь прям рестораны под боком, пожалуйста. Есть такие марины, кто хочет подальше, потише, и такое там тоже имеется. Подходя к Барселоне, погода портилась, ветер усиливался порядка 35 узлов. Ну, в Барселону мы уже заходили, получается, было темно, мы прошли мимо аэропорта Барселона, и в Барселону мы уже заходили утром, светлое время суток, ветер был с порывами до 40 узлов, дул с берега, то есть был на встречный. Остановились мы в Барселоне, в Марине, Марина Велла называется, это самая первая марина при входе, ну, вот в эту территорию. На самом деле там один вход и потом много разных уголков, где расположились разные марины. И мы остановились в первой, где нам дали место и пообещали это место на ближайшие 4 месяца. Марина Велла расположена таким образом, что вот, ну, на входе там имеется заправочная станция, нас прямо вот ветер аж прижимал к ней, ну, тем более нам надо было заправиться. Мы стояли на заправочную станцию, заправились и спокойно там стояли где-то полдя, пока ветер немного не стих, чтобы мы могли встать на свое место уже без проблем. По стоимости, например, в этой Марине Велла у нас катамаран 42 фута. Стоимость нам, когда я запросил на 4 месяца, они что-то в районе 4 тысяч евро за 4 месяца, то есть по тысяче евро в месяц. Это в районе 33 евро в день получается. Наверное, если на меньший срок, там другие условия, ну, вот я говорю, как у нас было. Бетонные причалы, я их особо не люблю, они мне кажутся опасными, если будет какая-то неудачная волна, в общем, я их не очень люблю. Но именно эта Марина показалась ненормальной, там есть гасители волн, такие вот арки в этих бетонных причалах, где вот рассеивается волна, не отражается. Ну, в общем, посмотрим, как дальше будет, но сейчас похоже, что все нормально. Придя в Барселону, мы первым делом отдохнули, поспали и уже потом стали заниматься бытовыми вопросами. Ну и, конечно, погуляли по городу, посмотрели красоту Барселоны. Барселона очень красивый город, стояла очень теплая погода, я так понимаю, для этого времени года, то есть температура была порядка 15 градусов. Иногда был дождь, были такие дни, что начинался дождь, но чаще всего была солнечная погода. По выходным на пляже было очень много народу. Когда мы пришли в Марину, пришвартовались, задача была убрать яхту, то есть нужно после себя было все помыть, почистить, плюс еще клиент захотел зашкурить пробковое покрытие, ну и мы все вчетвером накинулись и, в общем-то, это все сделали. Было у нас не так много времени в Барселоне, часть времени мы потратили на уборку, мойку, капитальнейшую яхты. Еще надо упомянуть, что придя в Барселону, мы сделали сервис двигателей. Оставался день и я решил воспользоваться этим свободным временем и показать команде город. Работа работай, но надо тоже и отдыхать, и смотреть всякие достопримечательности. Много достопримечательностей, мы там походили, посмотрели. Историческая часть Барселоны, готический квартал. Очень красиво, очень рекомендую вам побывать и посмотреть. Это действительно замечательное место для стоянки яхты. По ситуации в Барселоне, там сейчас запрещены переезды из одного района в другой. Ну, я не знаю, как это, область или не область, какое у них там деление. Но без весомых причин переезжать из одного региона в другой нельзя. На яхте, ну, в общем-то, таких проблем нет. В какую марину захотел, в такую и зашел. На входе тесты не требуют, места есть. Ну, и, в общем-то, хоть какое-то движение мы видели. Там даже регаты проводятся. И на самом деле такое впечатление, что, ну, понятно, там какие-то ограничения есть во время этого ковида. Но мы увидели огромное количество, это было на самом деле удивление для всех. Какое количество молодежи на улицах, каждый день очень много людей, которые занимаются всевозможными видами спорта. На коньках, на роликах, на скейтбордах, просто йога, под любой пальмой. Где увидят какую-нибудь полянку зеленую, сразу тут же останавливаются, начинают делать зарядку там с музыкой или без. Вот это вот очень поразило. Огромное количество людей, которые занимаются спортом. Как будто бы у них нет даже гаджетов. Вот это вот было удивительно. Вообще, Барселона довольно-таки молодежный город. То есть, гуляя по улицам, там, вечером, в выходные дни мы наблюдали много народу, много молодежи. Мы прошлись по городу пешком. Очень приятный город для таких вот прогулок. Он не очень большой, поэтому, ну, как по нам, можно было пешком пройтись с набережной, ну, с этой марины, где мы находились. Это 5 километров пешком до Саграда Фамилия, по-моему, называется. Это храм, который был построен по проекту Гауди. Ну, это такая одна из центровых достопримечательностей Барселоны. Очень интересная архитектура. Может быть, вставим пару фотографий в этом ролике. Посмотрите, это, ну, действительно стоит на это посмотреть. Мы насладились этим великолепным зрелищем. Базилика еще строится, конечно. Возле базилики Гауди мы нашли замечательный рыбный ресторанчик. Вот там мы хорошо покушали. Фотографии прилагаются. Потом мы прогулялись еще километров 8 до парка, который, опять же, был спроектирован этим архитектором Гауди. Но туда мы уже не попали. Было достаточно поздно. И, в общем-то, некоторые члены нашей команды начали протестовать против дальнейших пеших прогулок. Потому что, ну, в итоге мы сделали порядка 20 километров в день. Могу сказать, что еще рынки работают. Морепродукты. В общем, есть кафешки достаточно недорогие, где свежие моллюски. Ты выбираешь, они лежат на льду. Просто набираешь, какие хочешь. И их отдают в кухню. Тут же приготовляют. В общем, это недорого, очень вкусно, очень интересно. Ну, поэтому, если вдруг соберетесь в Барселону, то даже в эти тяжелые времена там есть что делать. Ну, и по ресторанам. Там есть такое правило, что с часу до четырех рестораны работают. В общем-то, в обычном режиме можно пойти заказать, покушать все, что угодно. В остальное время, до и после этого времени, можно заказать еду на вынос. Многие рестораны просто не работают в это время. Но многие также предоставляют еду на вынос. Поэтому, как бы, ну, там есть что делать. Причем парки открыты, туда можно попасть. Транспорт ездит. Такси тоже функционирует. Не более трех человек на заднее сидение. Ну, в общем-то, в других странах, по-моему, это была Португалия. Был другой перегон лодки. Там какое-то странное правило, что не больше одного пассажира в такси может. То есть, если у вас компания четыре человека, вы должны вызвать четыре машины такси. В Испании, в Барселоне такого нету. В общем, можно нормально перемещаться. Аэропорт работает, рейсы есть, народ путешествует. Этим роликом я бы хотел до вас донести, что, несмотря на сложности с вирусами, какими-то сложностями пересечения границ, в общем, все остается возможным. Если у вас какие-то вопросы остались конкретные по перегону яхт, по пересечению границ, пожалуйста, обращайтесь. Мы открыты для всех ясменов. Все, что касается яхтинга, перегона, чартера, покупки новой яхты или БУ, это все к нам. Добро пожаловать в Интерпарус. А с вами был Вадим Асоцкий, шкипер из команды Интерпарус. До новых встреч. Пока.